Всем привет! Сегодня давайте я вам расскажу, как играть новичку в FIFU Mobile, потому что я знаю, что многие начинают играть без доната, и в принципе, все время стратегия была одна и та же. Так что даже если я этот видос записал еще в самом начале FIFU, он был бы актуален по сей день. Давайте я вам дам советы, которые вам помогут как можно быстрее раскачивать состав хотя бы до среднего рейтинга, ну это там знаете 105-110. 110 плюс, уже 115, это считается хороший состав, если смотреть без доната. С таким-то донатом, как у меня, по-хорошему, можно было уже и к 120 впритык приближаться, но имеем, что имеем, прокачка состава уже, думаю, будет скоро, но сегодня видосик о другом, так что приступаем к самим советам. Первое, вы скачали игру, и что вам делать? Самый первый совет, это пройдите пути кумиров. Реально стоит довольно недорого, но вы себе первое, получите неплохого цпшника в состав, который вам прослужит, может, там, несколько недель, но все же, и получите вы себе вратаря, который вам реально может прослужить довольно долго. Я, например, до сих пор бегаю к осилисам, конечно, я его уже буду в скором времени менять, но этот вратарь мне служил очень долго, с самого момента его выхода я его забрал и бегаю им до сих пор, так что косилиса себе заберите, не так уж, что, в принципе, все дорого и выходит, если вы умеете играть, то вы получите уже себе неплохого вратаря. Также каждый день играйте в ежедневную тренировку, здесь сами решайте, что вам важнее, либо монетки, либо бусты. В принципе, что-то, что-то вам будет важно. В турне лиги не распыляйтесь на игроков 80+, все, это уже пройденный этап, они нам не нужны, давайте в турне лиги копить очки на 95-х игроков. Сейчас тут Асенсио, который почти всем в составы может зайти, имею ввиду тем, кто только недавно начал играть. Будут у нас другие 95-е, может даже игроки выше рейтинга, эти игроки вам здорово зайдут в состав на какое-то время, либо на продажу. По итогу этих игроков можно сливать за 3-5 миллионов монет, тоже, согласитесь, деньги приятно, как говорится. Дальше мы не забываем про события. Почти в каждом событии у нас есть какая-никакая рулеточка, ну, либо просто, так скажем, этап, в котором мы можем получать дешевых игроков, но при этом крутых. Смотрите, например, у нас сейчас есть Дардер, готов поспорить, что он сейчас стоит у нас просто копейки. Да, такие есть, для М600 еще будет дешеветь. Дальше, Арнаутович, сколько стоишь ты? Ты стоишь по минимуму 1 миллион монет. Это касается абсолютно всех игроков, которые у нас будут в этой рулетке. Так что свой состав поначалу я вам рекомендую формировать из игроков плюс-минус одного рейтинга и, самое главное, дешевых игроков. Их можно найти почти везде. Например, у вас на формирование состава есть 10 миллионов. Мы с этого делаем выбор, что в состав мы себе сможем поставить игроков 92, 93 и, может, там, одного 94-го. Потому что минимальная стоимость игроков 91-х это 600, минимальная стоимость игроков 92-х это 800, а 93-е игроки минимум у нас продаются за 1 миллион. С этого мы можем сделать вывод, что мы сможем себе состав полностью укомплектовать игроками рейтинга 92, там, я бы говорю, 93-94. Приятно? Приятно. Это уж куда лучше, чем покупать себе одного дорогостоящего игрока и бегать одним дорогостоящим, а остальные игроки у вас будут примерно вот такие вот, ничего из себя не представляющие, короче, полный хлам. И это самый главный совет для новичков, очень многие допускают такую ошибку, берут себе в состав одного крутого игрока, там, например, фанаты какие-то берут себе в состав какого-то дорогого игрока, но на остальных игроков просто денег не хватает. Другая тактика, это есть у нас тоже дешевые высокорейтинговые игроки, те, кто уже какое-то время поиграют, начинайте апгрейдиться со временем по рейтингам. Например, в событиях вы будете забирать сейчас рейтинг 97, это уже не потолок, рейтинг 97 вы можете уже спокойно вылавливать. Так что советую вам, например, собрать костяк команды из игроков 93, 94, 95 и затем по одному игроку вы уже можете апгрейдиться. Например, здесь вот в веточке прибой у нас есть куча дешевых игроков, был у нас тут Killer Navas 97, был у нас тут Antonio 96, еще куча дешевых игроков здесь у нас будет. Так что обратите вы внимание и на ветку прибой, здесь вы можете получить дешевых игроков вообще за бесплатно, так что тактику вы в принципе поняли. По поводу донатов, кто не знает, донат реально упрощает игру, но если вы владеете ограниченным количеством средств и хотите их вложить в игру, то советую вам покупать просто звездные абонементы. Таким образом вы будете получать реально кучу ресурсов, например, 95 игроков, в конце вы сможете получить 99 игрока, ну и фактически это стоит довольно недорого по сравнению с остальными предложениями. Так что если донатите, то донатите в первую очередь на абонементы событий. Ну а как их купить, если вы живете в России, вы прекрасно знаете. Пишите мне личные сообщения во Вконтакте, либо в Телеграме и я вам помогу с покупкой. Естественно, все без бана, за хорошую цену, ну и также, что немаловажно, с привязкой Google, либо Facebook. Так что если можете задонатить, то обращайтесь ко мне. Пишите мне личные сообщения в ВК, либо в Телеграме, реально как вам удобнее. Также, что немаловажно, это проверенность, брала уже ориентировочно от 1000 до 2 человек, так что все проверено. Спрашивали меня по поводу усиления навыков, как их вообще раскачивать. Честно говоря, вообще без разницы поначалу, потому что на это уходит не так много монет. Если хотите собирать состав на одинаковых бустах, чтобы не тратить на это лишние монеты. Например, у меня цпшники на одном бусте видении. И мне не приходится раскачивать лишний буст, тратить на это монеты. Ну вот сейчас, например, когда у меня прокачать один буст стоит уже около миллиона, ну возможно это имеет значение плюс-минус подбирать игроков по бустам. Ну опять же, для меня это не является даже сейчас ключевым фактором. Ну а для тех, у кого там бусты пятые, даже десятые, честно вообще наплевать на них. С тренировкой тут уже все сложнее, если вы понимаете, что вам игрок прослужит максимум там неделю, то смысла его тренировать нет никакого. Только потратите фифа-поинты, либо жетоны переноса ранга на этого игрока, и по факту с этого ничего не получите. Так что советую я вам тренировать сильно игроков, только тех, в которых вы уверены, что они вам прослужат хотя бы какое-никакое время. Ну вроде вот так вот я вам постарался объяснить по быстренькому тактику, как правильно играть. Надеюсь, данный видос был для вас полезен, и вы не пожалеете своей подписки на канал, но и также своего королевского лайка. Да можно, честно говоря, не королевского, а главное просто лайк. Всем спасибо за просмотр, пока.